В зале областного дворца культуры около 300 человек. Высказать свое мнение по поводу идеи губернатора Светланы Орловой закрыть большую московскую для транспорта и сделать ее пешеходной пришли именитые архитекторы, историки, культурологи и простые горожане. Первым выступил главный архитектор города. Андрей Быков заверил собравшихся, что считает, что центр можно сделать пешеходным уже сейчас. Проанализировав ситуацию, мы все-таки пошли на то, что есть возможность весь день направления транспорта на улице Дзержинского, Некупера, Вторая Никольская, Клягининская, создав там односторонние движения. Прекратив осуществлять там парковки, тем самым не замедлять движение, сделать нормативные повороты выезда на улице Гагарина, а также расширить улицу Дзержинского на участке от Октябрьского проспекта до Никитской. Такой анализ мэрии и реальность проекта в нынешней транспортной ситуации в городе сразу поставила под сомнение советник губернатора Алиса Аксенова. Она считает, город моментально встанет в пробках, а картина, показанная главе региона на прогулке, уж очень далека от реальности. Должны были транспортники и гаишники откровенно и честно сказать Светлане Юрьевне, Светлане Юрьевне, вот это дело не пойдет. Алиса Ивановна, мы их сейчас спросим. Что значит эти Никольские улицы? Я там хожу. Они забиты вечно. Кстати, маленькая деталь. Когда была вот эта прогулка с Светланой Юрьевной по улице, абсолютно девственно чистая была с Пасской улицы. Она такой никогда не бывает, даже в полночь. Гендиректор Владимира Суздальского музея-заповедника уверен, пешеходная улица уже давно нужна городу, но Большая Московская для этого не подходит. Светлана Мельникова предложила детально рассмотреть другие проекты, включая улицу Георгиевскую. А в идеале устроить конкурс. А рубить с плеча с такими проектами, по ее мнению, точно не стоит. Пешеходная зона – это прекрасная идея. Она уж нам нужна. Но создание пешеходной зоны ни в коем случае не должно превратиться ни в градостроительную, ни в социальную ошибку. Ситуации всерьез обеспокоены и предприниматели, работающие на Большой Московской. Больше всего опасения связаны с разговорами о том, что реализовывать проект будут за счет спонсоров, то есть на деньги бизнеса. Многие предприниматели не понимают, для чего это нужно делать. Это вот первый вопрос. Многие предприниматели говорят о том, что это положительно не отразится на их бизнес. Любое вложение со стороны предпринимателя должно быть окупаемое. Не должно быть так, что предприниматели будут вкладывать денежные средства, а в итоге, допустим, для них кроме затрат ничего не будет. Впрочем, по заверению председателя общественной палаты региона Натальи Юдиной, сегодняшнее слушание – только начало разговора. Дальше мы планируем создать экспертную группу, рабочую группу. Те люди, которые заявили о своем отрицательном отношении к данному проекту, будут услышаны в очередной раз. Вернуться к обсуждению этого проекта обещают сразу после майского эксперимента, когда для практического изучения масштаба возможных проблем центр на два дня сделают пешеходным. Оксана Любимова, Ян Захаров, Шестой канал.